Я именно поэтому и подключаюсь с разных площадок для того, чтобы иметь гарантию того, что эфир будет точно сохранен. Так, сейчас я посмотрю, как мне поставить здесь камеры свои расположить. Добрый вечер, Виталий. Все ок, отлично. Так, в Инстаграме я тоже появилась. Друзья, кто в Инстаграм подключается, также пишите. Картинка есть, я вижу. Надеюсь, она есть и у вас. И одну секунду, я сейчас проверю на Ютубе. У меня тут вот так вот открыты столбиком на компьютере чат. Надеюсь, что на Ютубе тоже видно, потому что мне пишут, что я не могу подключиться к чату. Я не понимаю, что за проблема. Рестарт просто боюсь сделать. Вдруг все пропадет. Не знаю, может рискнуть, конечно, сделать быстренько. Кто не рискует, тот не пишет. Я, конечно, могу, но он мне пишет, что не может законнектиться с чатом. Сейчас я напишу привет в чат. Вот. Это нормально. Вроде бы мой комментарий во всяком случае ушел. Итак, хорошо. Так, добрый вечер, добрый вечер, друзья. Плюсики пошли в Инстаграм, значит, меня видно и слышно. В Фейсбуке тоже. Ну вот про Ютуб пока ничего не могу сказать. У меня чат открыт на Ютубе. Если кто смотрит с Ютуба, также дайте о себе знать. Если вдруг на Ютубе что-то не пошло, вы меня не видите, не слышите, заходите тогда в Фейсбук. На страницу Мастерская Марины Курвиц. Смотрите прямой эфир там. Или заходите в Инстаграм. И тогда смотрите меня здесь. Итак, друзья, ну что, всем шлю наитеплейший вечерний привет из такого же наитеплейшего Таллина, январского. Юрий ходит здесь, жалуется на наш январский Таллин. Ну, снега мы еще не видели в этом году. Зато вирусы. Вирусы ходят на этой неделе. Я тут свалила в середине недели. Теперь Юрий, кажется, продолжает. Он его в какой-то малой мере схватил. Теперь, видимо, на него посильнее этот вирус оказал действие. Кстати, участники курса про математика, мы про вас не забыли, чтобы вы знали. Привет, привет. Мы вам, как обещали, скоро вышли то, что мы обещали. И мы с вами продолжаем работать. Невозможно работать. Так, добрый вечер. Слышно, видно. Отлично, друзья. Итак, что мы с вами сегодня делаем? Как мы с вами сегодня работаем? Сейчас чаечко хлебну. Быстро и аккуратно. Без шума. Это Юрий мне инструкция дает, как я должна прямой эфир вести. Итак, мы с вами сегодня поговорим о мотивации. Я поставила позавчера пост, в котором написала 10 утверждений относительно мотивации ученика. И вас попросила оценить, какие из этих утверждений верны, какие из этих утверждений ложны. Поставила я этот пост на всех своих площадках. Ознакомилась и прочитала все-все-все ваши комментарии. В этот раз не стала реагировать. Обычно, когда вы оставляете комментарии, я на них реагирую. Как минимум лайк ставлю или комментирую. В этот раз не стала. Для того, чтобы не создавалось впечатление, что это как будто бы верный ответ. Я ответил правильно. Поэтому просто почитала, ознакомилась, для себя некую сводку ваших ответов сделала. Так, добрый вечер, добрый вечер, друзья, всем к тем подключается. Так что мы сегодня с вами поговорим об этом. Я скажу, какие же утверждения были верны, неверны. Вы можете потом свериться со своими ответами, вернуться к своим комментариям. Задавайте мне смело вопросы. Также все те, кто отправил мне свои вопросы, кто успел до эфира отправить вопросы, я прочитала себе, выписала на них сегодня, отвечу. И, друзья, конечно же, немножко затрону в конце эфира, если успею. Хотелось бы, конечно, успеть. И расскажу немного о курсе «Как мотивировать ученика», который стартует у меня уже 1 февраля. У меня как-то январь пролетел очень быстро. Я даже анонс этого курса еще не успела сделать. Поэтому, пользуясь случаем, в конце эфира расскажу об этом сегодня. Итак, друзья, что ж, я думаю, что мы с вами можем начинать. Дайте мне сейчас одну секундочку. Я просто забегу, посмотрю на окошко YouTube для того, чтобы посмотреть, что у меня вообще творится там. Немножко не понимаю, что у меня там творится, скажу честно. Даже интересно. Юраш, ты можешь зайти на YouTube? Просто для интереса, меня там хотя бы видно или нет? Или, может быть, я тут зря что-то это придумываю? Сейчас. Так, сейчас, друзья, вы пока пишите, как у вас настрой. Как вы там, бодрячком? У меня connection на это было, видимо. А, Юрий вообще не может зайти, потому что пишет, что слабые. И у нас стены у меня проблемы сегодня. Так, как на YouTube смотреть, пишет Олеся. На YouTube, если вы подписаны на мой канал, то вам наверняка уже пришло извещение. Если не подписаны на мой канал, тогда набирайте Марина Куроц, находите мой канал, и там, по идее, должна уже идти в живую трансляция. А Олеся пишет, что не вижу. Значит, вполне возможно, что что-то я там сделала, как-то я подключила, как-то я подключила, неверно. Как я тебя здесь увижу сейчас, прямой эфир у тебя. На YouTube? Да. Ну, зайди в мой канал, там должна быть эта трансляция, по идее. Да. Да. Ну, вот Олеся пишет, что нет, значит, наверное, друзья, что-то, что-то я сделала. Нет, это все нормально сделала, это просто, и у тебя, это, нет, нет, нет пропала и перерывалась. А, Юрий предполагает, что у меня пропал интернет, связь прервалась и больше не восстановилась. Ну, хорошо, друзья, тогда у меня, получается, сейчас идет трансляция на Facebook и на Instagram. В любом случае, там у меня сохранится. Я даже не вижу, где тут сейчас у тебя. Значит, что-то нет. А запускаешься на новое, что? Нет, я через GetResponse делаю, и это, я не хочу терять время эфира, я уже вышла. В Instagram у нас час, я бы, честно говоря, хотела бы в час уложиться, поэтому буду просто разбираться. В следующий раз сделаю какой-нибудь пробный и проверю еще раз, как это делать. Вроде бы технически все верно, но, видите, трансляция началась. Итак, хорошо, друзья. Так, про настроение тут никто не писал. Как настроение у вас хорошее? Итак, готовы? Если готовы, жмите сердечки и на Facebook, и в Instagram. Я вас увижу, и мы с вами, друзья, стартуем. Так, сейчас я пока настраиваю себе, чтобы было удобно. Добрый вечер. Добрый вечер. Сердечки идут. Отлично. Спасибо. Все. Тогда мы с вами начинаем, друзья. Итак, отличное настроение. Хорошо. Замечательно. А, кстати, знаете, что еще, друзья? Напишите. Если вы для себя вот эти вот утверждения, которые я писала в публикации, определили, что верно, что неверно, если определили, ставьте плюс, если не определили, ставьте минус, тогда для вас вы будете сегодня слушать мое утверждение и будете тогда вместе с нами участвовать. Кто-то, может быть, уже в комментариях отписался, кто-то в комментариях не отписался, но прочитал и примерно сам думал, что же здесь может быть верно, что может быть неверно. Поэтому, если вы оценивали утверждение, наверное, неверно, ставьте плюс, не оценивали, ставьте минус. Ага, плюсики, плюсики пошли. Мы с вами немножко подвзаимодействуем. Скажу честно, я очень люблю взаимодействовать. Так, минус пошел первый Ольга. Но я сегодня буду делать таким образом. Я буду читать утверждения. И прежде чем я успею сказать правильный ответ, у вас есть возможность прикинуть и подумать. Ага, поняла. Истина это или ложь? Плюсики, плюсики. Хорошо. Большинство, я смотрю, у нас все-таки успели. Успели прочитать мой пост и каким-то образом на него отреагировать. Привет-привет. Привет-привет. Так, все. Итак, друзья, смотрите, сегодня говорим о мотивации. Вот то, что есть мотивация внутренняя и внешняя, я думаю, что вы все об этом слышали. Мы часто в разговорах, с кем бы мы ни разговаривали, с коллегами, с учениками, с родителями, просто с подружками. Мы, конечно же, такие словосочетания, как внешняя мотивация, внутренняя мотивация, мы часто употребляем. Есть еще такое понятие, как а-мотивация. А-мотивация – это, друзья, тот случай, тот тяжелый случай, когда мотивация отсутствует напрочь. И, ну, в принципе, это та ситуация, когда человек открывает утром глаза и задается вопросом, а зачем? А зачем? А зачем я проснулся? Зачем это надо? Ну, тот пример, который я привела страшный, он может выражаться и в других каких-то ситуациях, может быть, не таких проблематичных. Вот, например, когда я сегодня в сторис поставила, какие у вас есть вопросы к эфиру, то был такой один, не вопрос, а комментарий о том, что, сейчас я даже скажу вам, я себе записала, что ученики не считают, что школа им нужна, и поэтому они не хотят учиться. Вот это, друзья, проблема связана с тем, что ученики не видят для себя ценности от учебного процесса, который происходит в школе. И это действительно проблема, потому что на такого ученика, а это ученики такие апатичные, на такого ученика мы не можем повлиять никак ни угрозами, ни похвалой, ни какими-то обещаниями, ни призывами к совести, к стыду и так далее, ничем на него не подействовать. И вот те участники, которые у меня уже прошли обучение на курсе «Как мотивировать ученика», они знают, что у нас один целый эфир в конце курса посвящен именно теме апатичных учеников, потому что их вытаскивать, как говорит Александр Лобок, из образовательной депрессии необходимо немного иным способом. Не так, как мы работаем с теми, у кого внешняя и внутренняя мотивация, скажем так. Сейчас я расшифрую, что это значит. Маленькая рекламная пауза. У меня тут домочадцы, сразу же хочу сказать, они здесь ходят, они могут говорить. Так что мы тут все в одном пространстве. А я сейчас сделаю глоток. Так вот, друзья, мы продолжаем. Это я сейчас вам коротко сказала про амотивированных учеников. И это, я даже не знаю, как это сказать, это настоящий вызов, когда в нашем классе есть такие ученики. Они могут встречаться, их, как правило, не бывает очень много, вот именно таких апатичных. Сейчас я про других тоже поговорю. Но если они есть, то нужно понимать, да, как с ними работать, потому что для них учебная работа не ценна. И, коллеги, здесь, знаете, немножко хочу сказать, что в этом есть, безусловно, безусловная наша ответственность, потому что наша, я не имею в виду, обязательно лично моя, да, лично тех людей, которые смотрят сейчас этот прямой эфир, а в целом, в целом нашей образовательной системы. И потому что мы немножко сами себя дискредитировали. И мы, опять-таки, скажу это не учителя, это вот, ну, в целом как-то школа. Мы и от времени очень сильно отстали, и не в курсе того, что в целом в мире происходит. Мы не гибкие, не сумели адаптироваться, до сих пор никак не можем адаптироваться. Помимо этого мы сами профессионально, личностно тоже не всегда растем. Ученики это видят. Вот, ученики видят реальный мир, они видят школьный мир, они не видят вообще, они понимают, что два параллельных мира, и просто разочаровываются, да, и просто все разочаровываются. И я хочу сказать, что мы, например, даже столкнулись сейчас на своей собственной дочери с той ситуацией, когда она поняла, что для нее хождение в школу – это просто формальный процесс. Это просто она туда ходит, потому что ей так сказали, ты должна ходить туда по закону, и она туда ходить не хочет. При этом она хочет учиться, ей интересно работать, она хочет быть активной, она хочет быть занятой, вовлеченной, но это точно не то, зачем она идет в школу, потому что в школе всего этого она не получает вообще. Так, друзья, сейчас я быстренько пролистаю, вы тут что-то писали. Так, 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 так. Итак, апатичных учеников больше, чем пять лет назад, да, и сейчас, друзья, мы когда с вами будем дальше говорить, я думаю, вы даже поймете, вы даже, я так сказала, вы поймете почему. Итак, социум изменился. Совершенно верно, много чего, друзья, конечно же, изменилось, много чего поменялось, а вот школа так быстро измениться не смогла. Далее, это я сказала про а-мотивацию. Есть еще внешняя мотивация и внутренняя мотивация. Так вот, друзья, внешняя мотивация, она разделяется еще на четыре вида регуляции. Об этих четырех видах регуляции мы с вами сейчас говорить не будем, слишком много времени у нас идет на эфире. Об этом я очень подробно рассказываю на курсе, а мы условно сейчас внешнюю мотивацию разделим на две такие мотивации. Не буду говорить под мотивацией, на два вида мотивации. Одна контролируемая мотивация, другая автономная мотивация. Вот что такое контролируемая мотивация. И после того, как я об этом расскажу, мы с вами перейдем к утверждениям, вам будет легче понимать. Юрий уже помогает мне. Иди сюда в эфир со мной. Я неважно выглядишь на сегодня. Неважно выглядишь, ну хорошо. Вам будет легче понимать, почему какие-то утверждения верные, почему какие-то утверждения неверные. Так вот, контролируемая мотивация – это когда человеком можно управлять через какие-то внешние условия. Что сюда входит? Ну вот система поощрения и наказания. Сделаешь – это хорошо, получишь плюшку. Не сделаешь – это плохо. Ай-яй-яй, получишь, да, ну кто что, кто что там получит, у кого что. Плохую отметку, я не знаю, не получишь того, чего ты хотел, будешь наказан, да. Еще какие-то виды наказания может быть, я не знаю, может быть это даже какое-то эмоциональное может быть какое-то наказание, когда тебя игнорируют, на тебя обижаются, я не знаю, бойкот тебе устраивает и так далее. То есть это когда человеком можно управлять через какие-то внешние факторы, действовать на него. Мне кажется, это равноверное поведение родителей. Родителей, да и… Это постоянно. Каждого, каждого взрослого человека, практически каждого взрослого человека. Я ставлю какой-то процент небольшой, ну тех людей осознанных, которые таким образом не поступают. Но в принципе, друзья, вина, стыд, страх. Вот это, если человеком можно управлять через вот эти вот три момента, это всегда внешняя мотивация. Этот человек делает что-либо не по собственной воле, а потому что надавили на вот эти больные точки. Поэтому если вы хотите вырастить ребенка, если вы родитель, если вы хотите вырастить ученика, если вы учитель ответственного и такого, которым не смогут управлять, манипулировать, шантажировать другие люди, нельзя в ребенке воспитывать, вообще в человеке, дети тоже люди, нельзя воспитывать, нельзя воспитывать вот так, чтобы у него формировалось чувство вины, стыда и страха вот за свои действия, за то, что он понесет вот… Можно спросить у своих коллег, как думаешь, какой процент родителей вот не делает так? Вот не делает? Не делает. Да, именно не делает. Вот, друзья, вопрос от Юрия. Как вы думаете, какой процент родителей не делает вот так, как я сказала? То есть не воспитывает своих детей через формирование вины, стыда и страха? Пишите ваши варианты. Какой процент родителей? Как вы думаете, друзья? И я продолжу дальше. Очень маленький. Диана пишет. Этих родителей, с одной стороны, я понимаю их, да, я их понимаю… Нет, 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 обвинениях, об осуждениях, об этом речь не идет. Я их понимаю, почему так происходит. Во-первых, у этих родителей не было другого примера перед глазами, их воспитывали точно так же. Во-вторых, как правило, люди считают, что если мы уберем вот эти вот три момента, тогда люди станут бессовестными, бесстыжими, какими еще, я не знаю, неконтролируемыми и так далее. Потому что, ну, а как это так, если ты вот не чувствуешь свою вину, значит, у тебя вот нет совести, да, не чувствуешь стыда, значит, вот ты бесстыжий какой-то, все что угодно можешь сделать. Однако, однако, это не так. Это заблуждение, которое опять-таки идет от того, что у нас не было другого опыта. Так, Лариса пишет 10-15 процентов, Керди пишет 40 процентов, так, 50 процентов тут, 60 процентов тут предлагают, 10 процентов и 10. Хорошо, значит, тут у кого-то есть хороший опыт. Вот если, коллеги, в вашем классе большая часть учеников имеет действительно вот таких родителей, которые не давят на вину статус страх и стыд, я хочу сказать, что вам действительно очень повезло. С такими детьми работать в школе гораздо легче. Так, Людмила пишет, смотря в какой стране. Смотря в какой, может быть, это тоже может влиять. Я думаю, что в Испании, в Израиле явно по-другому. Я больше чем уверяю, что по-другому. Это, кстати, тоже. Мы вот с Юлей много путешествуем и, скажу честно, ты прям наблюдаешь, ты замечаешь какие-то закономерности. И мне иногда очень хочется получить какое-то объяснение, почему, например, вот здесь так, а не так. Почему вот тут такая сформировалась привычка, там такая сформировалась привычка. Ты сидишь в магазине, ты стоишь в магазине в очереди, и ты понимаешь, какой стране ты находишься. Понимаешь, если бы тебя взяли и выбрали случайную сторону, и тебе помесили в случайный магазин, чтобы ты не видел надписей, но ты уже по лицам людей в очереди понимаешь, что какой стране находится. Какой-то. Да. Это не реально. Ну вот надо еще. Что за это? Твой синяков. Твой синяков, то не солнышко, поищи в комнатке. Не знаю. Ищи. Ищи. Так, на Фейсбуке пишут меньше 10%. Лиля пишет 1-2 мэйби. Так, добрый вечер, кто поясняется? Около 10-1%. Ну вот, друзья, вот видите, я сейчас зачитала все ваши ответы, у нас здесь разный разброс. Я думаю, все по-своему правы. Все по-своему правы, Юрий добавляет, да. Итак, друзья, вот это было то, о чем я сейчас рассказывала, это была контролируемая мотивация. Но это катастрофический результат в любом случае. Это в любом случае катастрофический результат. Это, ну, 10%, 20%, 50%. Это тот случай, когда ребенок приходит в школу, потому что надо, потому что должен. Это тот случай, когда он делает домашнюю работу, потому что иначе получишь 2. Это тот случай, когда он не опаздывает на урок, потому что будет стыдно перед классом, например. И это не обязательно, что его стыдят, это может быть его личный какой-то, ну, предыдущий опыт он транслирует и на этот урок, и ему будет просто-напросто стыдно, даже если ему никто ничего не скажет. Вот это все достигается только путем того, что этого ученика контролируют внешние условия. Далее, внутренняя мотивация, вот внутренняя мотивация, ой, не внутренняя мотивация, друзья, автономная мотивация. Это когда человек действует по своему внутреннему позыву. То есть, что бы он ни делал, у него есть какой-то свой собственный мотив за этим. Я не опаздываю на урок, потому что я не люблю опаздывать. Это моя привычка, и мне все равно, даже если я знаю, что урок начнется на 15 минут пораньше, а я предпочитаю, ой, позже, а я предпочитаю приходить вовремя, я приду, например, вовремя. Или я сделаю домашку, мне, конечно, это трудно, неинтересно, например, но я сделаю, потому что я понимаю, что мне будет легче на уроке. Или так как я хочу подготовиться к экзамену по математике, в конце девятого класса я буду его сдавать, то, конечно, лучше сделать домашнюю работу, потому что лично мне это поможет. Это уже действие, которое исходит по инициативе самого человека, самого ученика. И, как правило, такие люди, неважно, это ученик или это учитель, они как раз-таки не хотят работать в той среде, где действуют только через давление, через слово «должен», через слово «надо». Потому что у этих людей достаточно понимания смысла тех действий, которые они совершают в рамках какой-то деятельности, и им вот эти вот внешние какие-то стимулы просто-напросто не нужны. Вот это мы с вами, коллеги, сейчас обсудили три вида мотивации, да, и внешняя мотивация, как я уже сказала, она делится на два подвида – контролируемая и автономная. И мы понимаем, что когда мы работаем с нашими учениками, да, в сумме чуть больше Юрий добавляет, когда мы работаем с нашими учениками, нам, конечно же, нужно стремиться к тому, чтобы у них постепенно формировалась автономная мотивация. С такими детьми нам работать и комфортно, и сама работа получается очень плодотворной. Я тебе скажу то, что не то, что нам комфортно, этим видео с самим собой комфортной жизни. С самим собой комфорта, да. Вот, что самое главное, правильно? Да. Вот, а теперь, друзья, вопросы здесь есть, потому что я сказала. Если вопросов нет, мы теперь с вами пойдем по утверждениям, потому что я думаю, теперь вам будет меня понять гораздо легче. Да. Если есть вопросы, пишите, я подожду, и мы с вами пойдем. Так, о, Елена задала хороший вопрос. С педагогами тоже? Мы до этого дойдем. У меня там будет одно утверждение, где Елена, я на этом остановлюсь. С педагогами тоже. Забегая вперед, скажу. Ирина пишет, автономная мотивация появляется после внешнего контроля, становится привычкой, разве нет? Сейчас я подумаю. Я не слушал. Автономная мотивация появляется после внешнего контроля. Становится привычкой, разве нет? Нет, я думаю... Скажем так, если ребенок был регулируем только внешне, то его постепенно можно привести к тому, чтобы у него формировалась автономная мотивация. Но не нужно забывать о том, что ситуации бывают разные. И вот, может быть, конкретно с этой группы учителей или именно в этой школе у меня формируется свой собственный мотив, и я проявляю свою собственную инициативу, то этот же самый человек, я, например, возьму из себя, но в совершенно другой ситуации может проявляться совсем иначе. Такое тоже может случиться. Но, как правило, как правило, если человек становится движимым своими желаниями, своими целями, то он не очень хочет попадать вот в те ситуации, где необходимо совершать какие-то бессмысленные действия. Но, опять-таки, если он понимает, что для достижения своей какой-то задачи нужно совершить, пусть даже какие-то формальные, пусть даже никому не нужные действия, как только он понимает, что это просто нужно ему, это нужно сделать, в принципе, тут же мотив меняется, и опять-таки получается, что ты это делаешь по собственному желанию. Хотя, может быть, у тебя удовольствие это действительно и не вызывает, но и не может все в жизни вызывать у нас удовольствие. Ирина, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Внешне как делится? Там вообще, Эвелина, там четыре вида регуляции, но я сейчас распределила их только на две – автономная и контролируемая. Автономная, значит, внутренняя… Нет, автономная мотивация – это тоже часть внешней мотивации. Внутренняя стоит как бы сама по себе отдельно. Вот ее как бы раздевает вот три вида – а-мотивация, внешняя, внутренняя. И вот то, что я вам сейчас говорю… Ой, я, боже, какой палец мой! Только видео видела, друзья, я извиняюсь. И вот внешняя, то, что я сказала, она разделяется еще на два вида. Так, сейчас в Инстаграме. Договорись сам с собой, да. Не все правильно понимают слово «свобода мыслей», «свобода действий», «свобода слова». Это как раз-таки тот случай, когда человек не понимает связь между правами и обязанностями и не до конца понимает, что значит ответственность. Точнее, он вообще не понимает, что ответственность. И, друзья, я вам хочу сказать, что знаете, кто как раз-таки этого не понимает? Это не понимают те люди, которые контролируемы только внешними условиями. Убирай от них внешние условия, и тогда вот тебе кажется, что все, наконец-таки, все теперь, все, что в моей голове, я не знаю, все, что вот я физически могу сделать, я имею право полностью это вот реализовать так, как я хочу. Они не понимают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Они не понимают, что есть причина-следственная связь, и ты отвечаешь за свои собственные действия. Что свобода – это ответственность. Вот к этому как раз-таки нужно идти. И вот если общество, возьмем в целом, управляемо и регулируемо только тем, что тебе либо страшно, либо стыдно, вот когда у такого общества взять и убрать вот это вот все действия внешние, которые вызывают стыд или страх, оно, да, превращается, друзья, немножко в обезьян. Да. Поэтому это важно, чтобы, как говорила моя бабушка, царь был в голове. Так, Найля пишет, присоединилась чуть позже, не могли бы представиться, какое ваше направление в педагогике. Найля, давайте, если будет в конце эфира время, я об этом расскажу. Сейчас эфир посвящен мотивации, мне не хочется на это отвлекаться. Итак, друзья, поехали. Вот теперь давайте пойдем по нашим утверждениям. Вот теперь я буду зачитывать утверждения вслух. Сейчас для этого сделаю некоторые манипуляции тут со своими экранами. И буду говорить верно-неверно и пояснять. А вы также, в свою очередь, как обычно, задавайте вопросы. Или комментируйте. Итак, первое утверждение, самое первое утверждение. У человека нет природного желания развиваться, поэтому ученикам так трудно дается учеба. Вот те, кто не читал мой пост, вы сейчас можете для себя подумать, это верно или это неверно, как вы сами считаете. Я сразу же говорю в свой комментарий, это неверно. Это неверно. И согласно некоторым исследованиям, и согласно, например, такой известной теории, как self-determination theory, теория самоопределения или самодетерминации, у человека есть природное желание, любознательность, у него есть желание развиваться, есть желание исследовать, естественное желание исследовать, открывать для себя что-то новое, развиваться и двигаться вперед. Ставьте плюсы те, кто считал это верным. Я сейчас ваши комментарии здесь открывать не буду. Если считали это верным, ставьте плюс. Считаю неверным, можете ставить минус. А если есть вопросы, тогда сразу же задавайте. Так, я сейчас, друзья, прочитаю тут комментарий пока. Добрый вечер, добрый вечер, кто просоединяется. Ага, Салима пишет, мотивация в современной школе более актуальна, чем это было в 80-х, 95-х годах прошлого века. И удержать и повысить мотивацию стало где-то сложнее, где-то легче, сложнее, когда свобода безответственности господствует. Да, вы подытожили в принципе то, что я, Салима, сказала выше. Я поняла, что ты имел в виду. Я поняла, что ты имел в виду. И может быть, да. Вот Салима, если я вас сейчас неверно поняла, вы можете написать ниже комментарий. Нам может действительно показаться, что в 80-х и 90-х годах с учениками нам работалось легче, потому что они были больше мотивированы на учебу. Но мы можем это выражать. Мы же, я сейчас не знаю, что вы имели в виду, да. Я говорю, как я поняла. Мы можем это считывать по внешним признакам. По каким? Меньше опаздывают, меньше прогуливают. Сидят на уроке, выполняют ту задачу, которую им сказал учитель. Не мешают, не отвлекают. Есть возможность родителей повлиять на учеников. Есть возможность, я не знаю, директора повлиять на их поведение и так далее. Вот если мы имеем в виду все это, то это все касается контролируемой мотивации. Это все то, что можно контролировать вместе. И при этом мы внутренний мотив ученика не знаем. Вполне возможно, что среди этих учеников сидят и те, которые ценят процесс. Но если мы действуем всегда только так, то мотивированных учеников мы на выходе не получаем так или иначе. Это все люди, большинство, не все, да, большинство это люди, которые действуют под давлением. Все. Это единственное, почему они там, это единственное, почему они делают. Они просто нацелены на результат. Надо делать. Все. Потом можете, друзья, прокомментировать. Так, я вижу, что плюсики, плюсики, плюсики. Значит, большинство считали это верным. Хорошо, пошли дальше к следующему утверждению, друзья. Второе. Для повышения интереса к учебе помогает система поощрения и наказания. Сразу можете ставить, как вы считали, или как вы сейчас считаете, плюс или минус, то есть плюс согласен или верно, минус неверно. Но, друзья, я думаю, что те, кто был с начала эфира, вы уже понимаете, что это неверно. Система поощрение и наказание позволяет нам внешне контролировать нашего ученика с интересом к учебе. Это не связывается. Чтобы был интерес к учебе, нам нужно создавать другие условия, где ученик регулируем у нас не внешне, не внешне, а где у ученика есть свой внутренний мотив. И я сразу же забегаю вперед, друзья, ну как забегаю вперед, в этом эфире точно я об этом не расскажу. Могу сказать, что такие условия, где у учеников начинает формироваться автономная мотивация, такие условия создаются. И можно начать их создавать в классе, затем расширять на целую школу, друзья, а затем на целое общество, чтобы в итоге у нас было здоровое общество, здоровое, где каждый несет ответственность свою личную и понимает, какие его действия к какому результату несут. Далее. Ага, ага, вижу, вижу, вижу ваши ответы плюс и винтс. Хорошо, да, это было неверное утверждение. Далее, третье утверждение. В школе оказать влияние на мотивацию ученика может только учитель. Верно, неверно, плюс и минусы можете сразу ставить. И вот, Елена, это и есть тот момент, тот вопрос, точнее, тот момент, когда я хотела с вами обсудить ваш вопрос. Вот дело в том, что, друзья, ответственность за мотивацию ученика нельзя полностью перекладывать на учителя. Конечно же, действительно, в руках учителя достаточно много, но когда мы говорим о том, что наша ученика должна формироваться автономная мотивация, это значит, что созданы в классе определенные условия. Это значит, что учитель работает в определенных условиях. Это значит, что каждый работник в школе, это может быть педагогический работник, это может быть какой-то другой работник, это, например, могут быть работники столовой, технические работники, я не знаю, и психолог, и социальный педагог, логопед, если такие специалисты есть в вашей школе, если у школы хватает деньги на то, чтобы иметь таких специалистов, что было бы, конечно, супер для каждой школы, это значит, что все эти люди создают условия для формирования ученика автономной мотивации. Как только ученик пересек дверь школы, неважно, кто его там встречает на входе, сначала вахтер, потом, может быть, технический работник, заведующий гардероба, потом и поднимается, ему навстречу идет один учитель, другой учитель, эти все люди влияют на его мотивацию. И если он заходит, а в ответ натыкается на стеклянный взгляд вахтера, который не будет с ним здороваться по одной простой причине, он его старше, и это, а ты тут зашел 13-летний, я с тобой здороваться не буду, это влияет на мотивацию ученика, друзья. А если этот вахтер ему еще пару замечаний отпустил, каких-нибудь едких, или со швабры там показал ему, что ты мешаешь мне тут полы мыть, это влияет на мотивацию ученика, это усложняет работу учителя. Это системная командная работа, и сам учитель тоже должен находиться в таких условиях, где у него есть и сформирована автономная мотивация. От директоров можно школ услышать о том, что мы хотим, чтобы наши учителя проявляли инициативу, но при этом они хотят учителей контролировать. То есть мы даем вам свободу, но будьте добры, подробный отчет о том, насколько вы свободны были. Ну, это, конечно же, когда на словах одно, знаете, на деле другого. Это все, опять-таки, про внешний контроль и учителя тоже. И скажу честно, не просто учителю работать, не просто учителю формировать у учеников автономную мотивацию, создавать для них такие определенные условия и все самые в других условиях. Это действительно в школе, это может быть вообще единичный случай. То есть этот человек настолько сильным внутренним стержнем должен быть. Без этого, но это прям вот может быть даже быть постоянный конфликт и со своими коллегами, и с администрацией школы. Ну, как правило, как правило, ну действительно в какой-то момент опускаются руки, и если ты, например, еще немножко стоишь под сомнение свои действия, каждый человек, который умный, имеет критическое мышление, он так или иначе ставит под сомнение свои действия, начинает сомневаться и может поддаться влиянию руководства, ему будет очень трудно формировать в своем классе другие условия. Так вот, вот это вот выражение, что в школе может оказать влияние на мотивацию ученика только учитель, это неверно. Нет, 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 это командная работа, и правда, каждый... Если вдруг так оказывается, что в школе никто не способен понять то, что я сейчас говорю, да, и то, что вы, например, слушаете, то, конечно, учитель, учитель берет свои руки и делает. Учитель может, может, друзья, правда, но вообще тогда должно действовать совсем иначе, по-другому. Так, друзья, ой, друзья, сколько вы тут написали, сколько вы тут написали, так, 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 так. Можно поспорить, в начальной школе важен метод поощрения. Вот, Ирина, поощрять тоже надо уметь. Мы поощряем процесс, например, за то, что ребенок приложил усилия, за то, что он старался, за то, что он вчера в тексте сделал три ошибки, а сегодня две ошибки, например. Или мы вот это вот, молодец, садись. Похвалу тоже нужно давать правильным образом, но сейчас я немножко говорила о другой системе, я говорила о, знаете, о такой нацеленности на результат. Когда наши ученики, благодаря нашим собственным действиям, перестают ценить процесс. Когда все, что они делают, они делают только вот ради того, чтобы получить отметку. То, что в начальной школе важно ребенку, внимание, учителя, это правда. Просто это внимание нужно доставлять правильным, ну, условно, я так не знаю, слово правильно мне, конечно, не нравится, ну, скажем так, правильным образом или определенным образом. Именно для того, чтобы ученики не стали зависимы от этого внешне. То есть, если учитель не похвалил, он туда и делать не будет. Так, каждый взрослый знает, как надо, поэтому и поучают. Хорошее наблюдение. Учитель тоже должен обладать автономной мотивацией, так оно и есть. Мотивация начинается дома, и как бы мы ни умалчивали об этом, это 85% базовой мотивации ребенка. Он, может быть, приходит, Василиса, в школу с этим, но дальше он оказывается в нашем пространстве, и вот на это мы можем влиять. И обратите внимание, например, опыт очень известных педагогов, вроде как Селестент Френе, Мария Монтессори, Александр Нил, много еще имен здесь можно назвать, они работали точно не с мотивированными учениками. Ну, а Макаренко так вообще работал с малолетними преступниками. Точно не было у них мотивированных учеников, среда у них была, из которой они вышли, аховая, и тем не менее, когда они попадают к учителю, эти дети постепенно начинают ненаваться. Поэтому в наших руках, скажу честно, очень много, друзья, очень много. Так, ой-ой-ой-ой, сейчас я теперь, это я на Фейсбуке прочитала, теперь попробую в Инстаграме. Наша администрация говорит нам, что все учителя-предметники обязательно обзванивали родителей неуспешных учеников, объясняя ситуацию, чтобы работать вместе. Имеет ли, ага, может быть, шанс, или что-то такое, я результатов не вижу пока. Вот привожу вам пример одного исследования. Школа, не буду сейчас, ну, западная школа какая-то, не буду сейчас даваться подробности. Очень проблемная школа. Это пример рассказывает тоже на своем курсе. Настолько проблемная, чтобы вы понимали, что день школьный, когда там никого не избили, почти до смерти, или не убили, считается днем удачным. То есть, ну, контингент не то, что тяжелый, туда было просто страшно заходить. Они обращались, директор школы пришел молодой, такой амбициозный, с желанием, с глазами горящими. Он обратился к психологам, для того, чтобы они подсказали, что нужно сделать. Они им дали три вещи, три подсказки, что нужно сделать, говорю про одну. Они порекомендовали звонить домой, когда не приходит ученик в школу. Но, чтобы вы понимали, разговаривать не с родителями. Потому что если мы разговариваем с родителями, и он потом пистона вставляет нашему ученику, друзья, это контролируем мотивацию. Мы таким образом ученикам в нашу школу не привлечем совсем. Он родителей возненавидит и нас. И точно он туда не придет. Учитель просил подойти к телефону ребенка. Это его учебный процесс. Учитель с ним хочет поговорить об этом. И он спрашивал, что случилось. Может быть, ты заболел, может, плохо себя чувствуешь, может быть, что-то не получается, может быть, страшно, стыдно, я не знаю, все что угодно. По какой причине? Что случилось? И спрашиваем мы не для того, чтобы проконтролировать мотив учителя другой. Мотив учителя, я хочу тебе помочь, давай вместе разберемся, мы команда. У нас сегодня на уроке физики, он говорит, слушай, был такой опыт, ну так интересно, просто ты пропустил, приходи завтра, потому что завтра будет еще интереснее, завтра два опыта будет интереснее. Придешь? Получится? Нет? Ну, давай, может быть, послезавтра как-то. Ну, приходи, приходи, действительно интересно. Вот у этого был смысл. Вот у этого был смысл. А если мы звоним родителям и нервируем и родителей, и себя, и потом родители все это вываливают на ребенка, это все контролируемая мотивация. Так, тандем, учитель, семья, тогда мотивированы все. Это идеально, когда есть тандем, учитель, семья. Друзья, если не получается, учитель тоже может влиять на ситуацию. Далее поехали, друзья. По-моему, я все прочитала. О, мой брат присоединился к эфиру. Привет, Андрюша. Не звони мне пока. Итак, далее. Четвертый пункт. Чем выше оплата труда, тем больше усилий будет прикладывать ученик. Верно, неверно? Пишите плюс, минус, плюс верно, минус неверно. Чем выше оплата труда, тем больше усилий будет прикладывать ученик. Я сразу же тогда буду говорить, друзья, это неверно. Это неверно. И, как я уже говорила, психологи настаивают на том, чтобы ученик учился получать удовольствие от самого процесса. Я думаю, что ситуация, когда вы говорите ученикам, а сейчас, друзья, мы, я не знаю, заполним рабочие листья, сделаем опыт, проиграем мы кахут, и ученики говорят, а отметка будет? И вы говорите, нет, нет, тогда можно не делать. Или, а, фу, фу, тогда расслабимся, а я сейчас буду просто так наугад отвечать, и, господи, и ничего страшного. Я смотрю, тут у нас и плюсы, и минусы. Очень интересный ответ. Вот, я думаю, друзья, такая ситуация знакома многим. И эта ситуация нам говорит о том, что ученики уже привыкли, и при этом не обязательно мы их к этому приучили, да, у них уже опыт школьный уже достаточно долгий, может быть, особенно если вы где-нибудь в восьмом-девятом классе получаете или в гимназии. То есть они ценности вот этого действия, вот работы над чем-то для себя, опять-таки, не видят. Они будут это делать только по одной причине. Им за это поставят отметку. И также психологи ругают тестирование постоянное, которое проводится для учеников, ругают систему, критикуют систему. Урок-отметка, урок-отметка, потому что тогда не остается пространства для обучения вообще. Тогда мы только и растим тех учеников, которые зависимы только от внешних обстоятельств, и у них не сформируется своя учебная мотивация, которая нам так нужна для работы. И если мы и хотим тестировать, то мы должны тестирование делать с одной целью. Например, укрепляем свою память, проверяем свои знания, я не знаю, еще какие-то цели. Мы сообщаем этим ученикам, и мы проходим этот тест именно с этой целью. И мы не выставляем за эту отметку. И ученики знают, что за это не будет отметку, потому что они сейчас работают над тем, чтобы укрепить свою память и попробовать вспомнить материал урока, который был 5 уроков назад. У нас, говорят, оценка – это зарплата ученику. Да, да, да. Вот эта система не работает, друзья. Точнее, как не работает? Если мы хотим ученика регулировать внешними обстоятельствами, она прекрасно работает, она идеально работает. Ну вот, как Юрий сказал, собачка Павлова – стимул, реакция, стимул, реакция. Мы внешне стимулируем. Есть реакция, ожидаемая от ученика. Как только мы понимаем, что он какой-то не делает то, что нам надо, мы придумаем, либо мы сейчас накажем, либо мы сейчас его поощрим. Либо мы сейчас эмоционально надавим, так, чтобы ему было стыдно, неудобно, на совесть, там, знай, ну как ты мог? Ну, ай-яй-яй, ты же девочка, ай-яй-яй, тебе же стыдно должно быть. Ну вот мы, честно, это надавим, но лишь бы добиться от него определенных действий, которые нужны нам. Если мы хотим людей самостоятельных, саморегулируемых, автономных, ответственных, в таких условиях они просто-напросто не рождаются. Так, далее поехали, друзья. Далее поехали. Ага. Зачет и незачет. Вот верное решение, по вашему мнению, зачет-незачет. Есть ли зачет-незачет? Вот, смотрите, я не то чтобы против отметок, но на каждом уроке точно отметки получать это как-то нереально. Если в идеале можно работать без отметок, я бы этой идеальной системой обязательно бы воспользовалась. Но если нам нужно ставить отметку, то точно по окончанию какого-то определенного периода, точно по определенным критериям, по которым понятно, как проводится это, как выставляется отметка. А зачет-незачет, зачет-незачет, вот мне даже трудно. Зачет-незачет – это то, что связано с каким-то итогом, с каким-то результатом. То есть мы, например, допустим, 3-4 недели проработали, и потом будет вынесено какое-то решение. Либо тебе зачтено, либо незачтено. В принципе, если ученик все эти 4 недели работал, там незачтено просто быть не может. Ну, невозможно даже, чтобы такая ситуация получилась. И ученики должны заранее про эти критерии знать. Так что, и вот я не скажу верно-неверно решение, я бы, наверное, предпочла увидеть контекст, чтобы понимать, что стоит и не за это стоит. Потому что есть много хороших инструментов, но иногда их применяют так, что становится страшно. У меня на уроке больше радуются не отметкам, а так называемым особым респектом от учителя, который не собирает банку достижений. Особый респект, здорово. Интересно, я такое еще не сталкивалась. Не сталкивалась. Елена пишет, давление на ученика колоссальное. И на ученика давление, и на учителя давления тоже, друзья, сильные оказываются, скажем честно. Так, далее, поехали. Мозг работает лучше, если он не испытывает тревожность или беспокойство. Плюс верно, минус неверно. Мозг работает лучше, если он не испытывает тревожность и беспокойство. И, друзья, это плюс. Это верно. Действительно, если мозг не переживает о каких-то, каких-то таких, не знаю, стрессовых, может быть, для человека ситуаций, то он работает действительно лучше. И вот это вот нам важно, учителям, нам, это, друзья, важно очень учитывать. В каких ситуациях. Мы же можем, например, ученику, мы можем ученика спросить. Или мы, например, сами сталкиваемся, когда вот только что объяснил, вот ситуация, я только что объяснил, и он у меня спрашивает то же самое. Ты думаешь, ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Он не издевается. Он не... Если мы отбросим хорошо такой вариант, как издевается, может случиться, что попасть в такой ученик, который издевается, если мы отбрасываем этот вариант, друзья, то это может быть связано просто с тем, что одна из единиц оперативной памяти у него сейчас замита. А единиц у нас... Юрий, оперативная память, или... Я правильно сказала? Или я сейчас компьютером пользуюсь? Какая вот эта вот память, которая у нас... Три. Рабочая память, оперативная. Господи, я чувствую, что-то говорю не то. Это я с компьютером уже путаю. Аналогию с компьютером провела. Рабочая память, рабочая память человека, она по некоторым источникам имеет три единицы хранения, по некоторым четыре единицы хранения. Но сам факт, что если одна из этих единиц занята беспокойством ребенка, например, вот страхом, что его вызовут к доске, страхом, что его могут спросить, или тем паническим страхом, когда тебя вызвали, и на тебя смотрит весь класс, и ты прям парализован этой мыслью, вот одна единица у него уже занята. Если он параллельно, например, еще обдумывал, я не знаю, конфликт с одноклассником, и у него живот бурчит, и он ждет, когда же уже звонок, чтобы в столовую бегом бежать, он правда не слышит то, что вы говорите. Он искренне даже хочет, может быть, слышать, но это прям вот тут же, его негде сохранить. Его негде сохранить. Далее, следующий, друзья. Мотивированные ученики лучше умеют фокусироваться и меньше прокрастинировать. Вот это верный ответ. По-моему, тут ни у кого не было, мне кажется, его, ну, большинство из вас точно выбрали шестой правильный. Это действительно так. Ага, а как же выход из зоны комфорта? Вот выход из зоны комфорта, это немножко другое. Вот это немножко другое. Вы знаете, я бы об этом отдельно поговорила, потому что я знаю, что если сейчас начну про это говорить, про полезный стресс для нас, так сказать, то я выйду за время. Но это чуть-чуть другое. Есть действительно тот стресс, который нам просто необходим. Речь шла о тревожности и о беспокойстве. Это немножко сейчас было другое. Итак, да, вижу ваши плюсики, друзья. Сейчас на фейсбуке здесь тоже обновлю. Так, на фейсбуке. Ага, все. Далее, друзья, следующий идут. Чем ниже мотивация учащихся, тем больше контролирующих действий в виде строгого голоса, определенной скорости работы какой-то заданной, отсутствие выбора ученика и так далее со стороны школы должно быть по отношению к ним. Пишите, верно? Неверно. Плюс, минус. Вот сейчас не помню, что с семерками было. Друзья, представляете, я забыла, что вы выбирали до этого в комментариях у меня. Вот это, друзья, неверно. Неверно. Нам может показаться, что действительно, если мы имеем дело с немотивированным таким учеником, то его нужно просто чуть-чуть побольше, побольше, чуть-чуть контролировать, чуть-чуть построже с ним, да, и там немножко там поманипулировать как-то, тут приструнить, тут испугать, тут поощрить и так далее. На самом деле, это не так. Нужно, да, минусы, минусы, минусы пошли, да, нужно, честно говоря, прямо обратные действия для того, чтобы ученика, для того, чтобы у него формировалась автономная мотивация. Восьмой, мой любимый, чем строже родители ребенка, тем больше он мотивирован на учебу. О, да. Плюсы, минусы, чем больше, чем строже родители ребенка, тем больше он мотивирован на учебу. Это, друзья, да, это минус, это неверно, и я всегда говорю своим коллегам, что если родители дома с ребенком разговаривают, если они его слышат, если он им доверяет, если они с ним гуляют, если они читают книги, и даже если они не делают с ним домашнюю работу, нам с такими учениками работать легче. Легче. Когда дома закручивают гайки, когда дома страшно, когда дома стыдно, и эти ученики попадают вот, ну, в среду, где другие условия, они немножко, они этой свободы начинают злоупотреблять, и они выходят немножко из-под контроля и могут доставлять дискомфорт и учителю, и своим одноклассникам. Это как раз-таки тот случай, когда свобода без ответственности. У них ответственность еще не сформировалась, они не понимают, что это такое. Поэтому, если тебя никто не контролирует, очень смело можно делать. Сейчас, знаете, пришел на ум пример, когда еще моя дочка была маленькая, они с племянником моим, я не знаю, котика три, может, там было, маленькие такие совсем были, они кушали конфетки, и я говорю, ребят, вы уже так много конфет, слушайте, давайте больше не вызываем, а то я боюсь, что у вас это, аллергия просто-напросто начнется, нельзя так много конфетов кушать. И я беру коробочку, закрываю и убираю вот прям вот сюда. А, ну, вам не видно, я сейчас не буду ворочить, но вот я прям вот сюда, вот сюда прям ставлю. А племянник говорит, так я же коробочку вижу. Я говорю, да, ну, я же могу съесть. Я могу достать и съесть? Я говорю, так я не прячу от себя, я просто закрыла и убрала. Ну, мы не будем кушать, потому что вам потом будет хуже. Вот это, друзья, как раз-таки тот случай, когда все на виду, вот она свобода, вот она коробочка, бери, ешь конфеты, но мы понимаем, что лучше этого делать не стоит. Далее, девятый пункт. Для повышения мотивации учащихся надо менять стиль работы с учениками, учебное задание и подход к оцениванию. Здесь девятый, по-моему, выбрали все. У всех был девятый отмечен как верно. И, ну, друзья, так оно и есть, правда. Если мы понимаем, что сейчас мы столкнулись с ситуацией, при которой у нас есть апатичные ученики и при котором наши вот ученики делают только, если они понимают, что будет у них, отметка экзамен, я не знаю, родители накажут, к директору вызовут и так далее, а мы хотим, чтобы они действовали сами, чтобы им было интересно приходить на урок, чтобы они ценили то, что происходит на уроке. Для этого нужно просто другие условия создавать. В тех условиях вот получилось это. Это неплохо, нехорошо. Все, вот оно так получилось. Хотим другое, значит, необходимо менять. И последнее, друзья, которое некоторых ввело в конфуз. В странах с успешной образовательной системой интересы учащихся к учебе выше. Вот это, друзья, неверно, потому что даже в странах с успешной образовательной системой, казалось бы, интерес к учебе у учеников невысокий, мотивация также. И ученики характеризуют уроки и вообще школу в целом как скукотищу. Им там неинтересно. Даже в странах, где успешная образовательная система, друзья. Вот так. Вот так, друзья. Мы с вами успели разобрать все 10 утверждений, успели с вами поговорить о мотивации. Так, я тут на фейсбуке вижу тут плюсики-минусики. Друзья, вы отмечаете. Спасибо вам огромное. Вкратце, так как мне надо будет уже заканчивать, друзья, скажу, что 1 февраля у меня стартует курс «Как мотивировать ученика». Курс, который, я скажу честно, я бы, наверное, сделала бы у себя как базовый, как первая ступенька, а потом после этого можно идти и на секрет рабочего листа, и на перевернутый класс оттуда я, и на формирующее оценивание можно идти куда угодно. Но вот, наверное, этот курс, который действительно прям как основа, если его пройдешь, ну, все становится для тебя понятно, ну, сразу все становится понятно. Работаем мы там два месяца, некоторые вещи должны уложиться в наших головах, еще у нас должно пойти время на то, чтобы это реализовать постепенно, постепенно в школе. Обстановка, или как это, темп работы и условия работы на курсе, коллеги очень комфортные, у нас такая доброжелательная атмосфера для формирования автономной мотивации у учителя, созданная. Если кто смотрит в Инстаграме, у меня в шапке профиля есть ссылка, можно зарегистрироваться на курс. Кто меня смотрит на Фейсбуке, сегодня я поставила пост, где вы найдете ссылку для регистрации на курс, после этого придет от меня письмо и в письме будут все необходимые инструкции. Первые два эфира, первые два урока можно пройти бесплатно, поэтому если вы сомневаетесь, успеете вы прослушать, не успеете, подойдет ли вам, не подойдет, интересно, не интересно, надо, не надо. Друзья, вы можете подключаться к телеграм-каналу, ссылка на который вам придет в письме после регистрации, и прослушать первые два урока и посмотреть, как вам такой темп работает. Но я думаю, что, друзья, вам понравится. Мне самой, мне самой этот курс очень нравится. Когда я его сама создала, опираясь, конечно же, на определенные исследования и учебные труды, но вот лично у меня все стало на свои места. Мне стало жить гораздо легче. Все, мне стало легче объяснять и перевернуть и класс, и исследовательское обучение, и проектный подход. Многое стало легче просто донести до учителя. Оля пишет, курс волшебный, я до сих пор переслушиваю, наслаждаюсь, реально помогает, учила в своем темпе, очень круто. Спасибо, Оля. Ну, ты такая умничка, ты у меня, по-моему, на всех курсах. Только сегодня, только сегодня говорила об учителе из Калининграда, который у меня проходит все курсы. Они не успели появиться, а Оля уже там, а Оля уже их проходит. Итак, друзья, спасибо, очень важная информация, спасибо, Лариса. Подтверждаю, каждое слово пишет Елена, тоже человек, который прошел у меня многие курсы. Суэртэнл пишет Иви Мадисон, Иви Чоу. Друзья, и что же, коротко о себе, тут просили сказать, у меня остается 30 секунд, коротко о себе могу сказать, что в целом я занимаюсь проектированием учебного пространства и все то, что в себя включает это понятие. Это и разработка атрактивных, интересных учебных материалов, это и изменение или формирование подхода к оцениванию, это и проектирование учебной деятельности в классе и создание определенной атмосферы, которая помогает сформировать нам нужную мотивацию и, безусловно, научный подход. Может быть, с 1 февраля мы так бы должны заниматься. Друзья, в Инстаграме заканчиваю эфир.